я всем привет если вы думаете что так видео прошлое начиналось и вам кажется что вы смотрите дубль то вам кажется я просто начинаю с одного и того же момента я приболела поэтому влог будет очень краткий и не нудный очень постараюсь потому что тут оказывается у меня есть зрители которые меня пытаются много раз посмотреть и им все по 10 раз вчера написала одна моя не зрительница что аж 10 раз пыталась смотреть мой канал зачем так себя мучить не очень конечно понимаю ну да ладно мне честно говоря очень приятно что люди настолько стараются все таки что что как-то не за полюбить что ли мои видео но в общем не получается не сходится ничего страшного мы все разные и это абсолютно нормально я тоже смотрю девчонок точнее не смотрю девчонок которых обожают вообще десятки тысяч вот просто потому что мы с ними не сходимся именно энергетически да значит я постараюсь снять влог такой краткий чтобы влог не был таком ты в таком формате знаете когда мысль растекается по древу в течение всего времени значит я сейчас снимаю вязание за час успеть за час вот очень интересно какие у меня будут результаты но вы сможете это все посмотреть естественно в видео которое уже я думаю вышла на канал ладно не буду дать дольше вас мурыжить все увидите в том видео чтобы не повторяться два раза два раза приятного просмотра надеюсь это видео будет коротеньким и она вам понравится ну что продолжим мой влог по делу смотрите у меня такой образец связан сегодня был точнее он еще не до конца связан ну в общем начала зала его в рамках видео которым уже говорила сегодня вы можете посмотреть перейдя по ссылке в инфобоксе и тут смотрите я в том видео закончила вот на этом моменте где-то дальше сказала что буду вязать другим крючком потому что всю вот эту часть я вязала вот этим крючком 175 тулип и показался он мне маловат и в общем я как-то странно затягивала петли то слишком туго то слишком рыхло они были связаны чем я взяла крючок номер 2 это тоже тулип по моему а нет это не тулип это имитация тулипа и всю остальную часть вот здесь вот в образце верхнюю я вязала как раз им обычный крючок ничего особенного но смотрите при правильно подобранном крючке как у меня изменилась плотность сейчас я попробую вас немножечко приблизить потому что то что я вижу на экране но не очень отображается хорошо а в реале это прям супер видно видите как ровно вот здесь и как коряво вот здесь понятное дело что это до стирки но тем не менее это просто очевидно как в моем случае я не знаю как у остальных я про крючок вообще ничего не знаю особо но как в моем случае сильно влияет инструмент со спицами у меня конечно такого нет хочу вам показать свои мытарства вчерашние с крючком связала образец чтобы понять как делать нормально и вообще под каким углом будут прибавки в полотне помимо того что делала прибавки вот здесь но осознанно получилось что вот здесь вот тоже у меня как-то пошло в прибавки в общем это как-то надо контролировать я пока не очень с крючком в этом плане разобралась хотя образец на который я ориентируюсь я связала как-то прям идеально вот такой вот у меня это стопроцентный шелк вот как раз его я вязала маленький вот этим крючочком 175 и здесь все прям хорошо и аккуратненько так связано но просто крючок прям идеально подобран я кстати пробовала то этого 175 мне кажется два или три крючка потому что моя коллега она связала из этой же пряжи у нее получилась примерно такая же плотность на крючке 2 и 2 у меня вот 175 и полотно мне конечно очень нравится оно такое пластичное такое вот не знаю драпирующиеся кстати это будет вот так вот это будет поперечное вязание но тут я что-то не знаю что-то какая-то ерунда получается мне во первых нужен конечно же не такой скос прям резкий мне нужно все таки немножечко более плавный здесь я делала в каждом получается втором ряду здесь уже сделала в каждом четвертом если не ошибаюсь но буду еще пробовать потому что мне результат вообще не нравится сейчас наверное распущу вот до этого момента и снова свяжу ну да потому что ну как-то слишком скос при формировании плеча должен быть вот примерно вот такой вот у меня так это кстати можно посчитать отряд вот раз в раз в 6 рядов надо делать прибавки вот где-то так я думаю ладно с этим я еще помучаюсь вчера взяла очень усиленно прям как-то вдохновение такое у меня напала носочек который наконец-то продвинула в игре успеет за час вот и я уже полностью убавила петли которые надо было убавить вот клина подъема которые поднимала и теперь мне нужно вязать по прямой ой прям супер идет очень круто так быстро ну как всегда у меня проект может долго лежать лежать а потом я вдохновляюсь и как-то резко его продвигаю и в итоге заканчиваю кстати начинала первые кусочки снимать именно как нудный точнее не нудный влог но понимаю что это выше моих сил и я не могу по 10 секунд по 30 секунд рассказывать что-либо кратко и это точно не мой талант и вообще если как говорится краткость сестра таланта да ну вот я не краткая видимо я не талантливая но честно говоря мне все равно вот что хочу то то и врачу знаете вот у меня в детстве такой был девиз вот поэтому он у меня распространяется и на мое взрослое состояние вот так что продолжаю вязать и продолжаю снимать и пойду сейчас позавтраку потому что только-только проснулась буду сейчас монтировать вам успеть за час ну и конечно же вязать сегодня не знаю может быть я довяжу этот носочек а может быть перейду к вязанию рукава мне там осталось немножечко для джемпера тоже хочется его уже скорее добить может быть еще и плед немножечко продвину в общем мы с вами все это увидим обязательно мне сейчас просто жизненно необходимо немножко отвлечься хоть чуть-чуть повязать потому что я сейчас монтирую новое видео которое вы могли уже наверное видите на канале то что этот лог выйдет чуть чуть попозже и я монтирую в новой для себя программе и как же это сложно нейронные новые связи для мозга образовывать потому что здесь логика другая какие-то другие кнопки я по-другому тут все нажимаю но программа классная кто пользуется монтажными программами на компьютере это программа называется такой у нее значок называется она филмора очень классная скачала пока на официальном сайте бесплатную версию там идет три дня премиум аккаунт все функции премиум аккаунта идут пока бесплатно но после программы стоит мы ему 55 тысяч рублей что то такое вот в принципе для хорошей монтажной программы это не так дорого потому что вот у меня здесь еще запущен final cut pro это программа стоит 30000 обычно я монтирую на luma fusion но там нет многих функций которые мне прямо сейчас нужны и меня начинает раздражать что их нет поэтому естественно final cut pro за 30000 рублей покупать я не собираюсь а филмора посмотрю попробую попробую с ней как там подружиться так закрываем все эти что-то фотоэдитер кучу всяких программ тоже закачала на филмора мне нравится единственное но она такая посложнее чем моя предыдущая программа luma fusion но этим и хороша и кстати у меня новая заставка на этом видео первое первое видео будет снова заставки именно вот это это успеть за час и вот этот лог тоже будет новой заставкой скажите пожалуйста и как вам еще вот оформление всяких подписей тоже новое у меня в общем что думаете расскажите я люблю периодически менять стиль оформлением я думаю что вы могли это заметить вот единственной обложке наверное оставлю те же что и сейчас просто не вижу пока смысл их менять их меня он мне кажется чуть больше года назад и взяла тут повязать рукав у меня остался маркер от вязания за час я тогда провязала вот столько и вот вот отсюда эту всю массу я связала за вчера и сегодня с учетом того что я еще вязала носок по моему я показывал да я сегодня утром еще сонная показывала носок его связала потом еще плед связала много чего связала так вот на меня действует положительно действует на меня болезнь еще и кучу всего сегодня брала немножко перебрала пряжу собрала пряжу буду отдавать в проект либо 28 петель либо вот тем кто вяжет для пожилых людей там знают на девочку которую пряжу вот эту собирает и передает будет с ней связаться давно хотела в общем как-то не могла собраться вот так что продолжаем монтировать осталось буквально вот последнее последнее какие-то последние штрихи последние минутки поэтому нужно взять себя в руки но вот вязание чуть-чуть хотя бы пару рядочков провяжу потому что уже устала устала монтирую уже несколько часов хотя обычно такие видео когда вот в старой программе монтировала просто ну ушли там может час здесь уже мне кажется я села в районе 11 часов разбираться сейчас почти три ну ничего потом будет быстрее это как с вязанием сначала вы вяжете тоже медленно-медленно а потом разгоняетесь и уже вяжете быстро а насколько я быстро вижу вы можете увидеть в видео успеть за час ссылочка обязательно будет в инфобоксе либо вот смотрите это прям предыдущее видео на моем канале я тут затеяла генеральную горку ну такое относительно генеральную короче хочу выкинуть кучу всего и нашла вышивальные свои дела когда-то я вышивала до вязания и это по моему вообще была моя первая вышивка мне подарила ее мама я вообще с таким восторгом вышивала что-то случилось здесь остался след видимо это надо похоже что от них ну короче красиво все вышито супер но вот понятное дело можно постирать но честно говоря для меня вышивка не особо прикладное такое рукоделие я не знаю ну вот в плане просто на конве что-то вышить если это какая-нибудь там подушка точнее наволочка на подушку либо может быть вышивка по вязаному полотну это одно а вот но когда просто вот на камере вышить и непонятно куда это деть то в общем то как у меня это лежит все вот такие мишки вот это кстати снегирок прикольный и это все хотела конечно как-то оформить но в общем она лежит уже очень много лет больше пяти точно тут даже две канвы какие-то небольшие потом канва вот такая я не знаю не разбираюсь у нее есть какое-то название видимо кучу всяких не так очень я любила как раз модель и родились очень много модель и красивый цвет здесь даже есть тонкой мини кирова старые советские нитки нитки смотрите как красиво смотрится вся эта палитра еще у меня где-то даже не тронутая план вышивка вы смотрите даже с ценами это в магазине бобин я покупала тысячу лет назад так какие-то две вышивки пряжу пряжи пряжу 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 я помню и в нее шапку вязала ой какие пяльц это у меня оказывается есть смотрите-ка этот тоже ничего вроде так а это вот на Quandtik наверное какой-то это знаете что это прикольный дизайн да вот он вот этот может быть я еще не больше сейчас сама себя на вышивку подобью так вот это на такой вот по моему цветной если я не ошибаюсь да видите здесь такая вот канва такая по рисунку вот здесь то есть здесь нужно вышить только маяк соответственно сам остров домики вот сейчас наверно буду это все как-то ой один дизайн такие цветы буду сейчас это все оформлять и наверное выставлю в своем теле крым канале кто захочет заберет то что я с этим этим заниматься уже не буду скорее всего смотрите здесь и оказывается даже уже начинала аккуратно вышивала крестики у меня все были хорошие вот здесь ниточку не спрятала да он чуся я прям до здесь еще бисер даже белый и где-то черный маленький и вот этот покрупнее что это кстати мне нравится в цветовой гамме наверное я вот этот все таки себе оставлю легкий легкий легкое доновение здесь кстати на украинском языке видите может быть украинская фирма интересно да слушайте похожи класс из харькова вот наверное тут я все-таки оставлю остальные подумаю мне кажется остальные все все таки выставлю продолжим давайте мою крючковую историю так давайте наверное начнем вот с этого образца который высох честно говоря когда я его стирала он стал таким дубовым что я немножко расстроилась и думаю ну все надо было брать крючок еще больше но потом я вспомнила что в составе бамбук и вообще для такой пряжи вот искусственные да да бамбука вискозы что там у нас эвкалипт ну вот такое что из древесных всяких культур сделано это на самом деле нормально да когда в воде и сразу после стирки вы достаете просто какое-то дерево и в общем вот это было дерево я думаю ну ладно что же делать неправильно кстати положила вот так вот полотно очень такое приятное довольно пластичная и не исправилась к сожалению кривизна вот первой части моего образца который я вязала неправильно подобранным крючком но зато смотрите как наглядно видно еще нагляднее мне кажется видно как красиво и ровно вот эта часть где уже крючок я взяла побольше ну в общем с этим я думаю мы закончили этот образец он уйдет на работу вот будет там лежать может быть какой нибудь еще узорчик свяжу из этой пряжи крючком потому что как-то приятно она вяжется довольно но наверное можно взять крючки крючок даже побольше два с половиной я вязала вот эту часть на двоечке еще из этой пряжи я вам показывала образец где пробовала прибавки в полотне потестировать посмотреть как вообще их вязать в общем то полотно я распустила и вот это мой второй вариант и он на мой взгляд просто супер выигрышный тут немножко закручивается но так я думаю не суть я его не отпаривала не не стирала ничего с ними делала только-только вот закончила вязать только обрезала ниточку и убрала крючок это все тоже крючком номер два я вязала значит ну соответственно здесь вот прибавки с этой стороны с правой убавки в этом образце я уже следила за тем чтобы вот здесь не прибавлять петель вроде как у меня получилось единственный вопросик вот к этой части но в целом я довольна я поняла общем принцип как мне нужно вывязывать прибавки и убавки но вот на этой пряжи так напомню да вот это основная пряжа я как бы буду вязать именно ей сейчас остается что сделать просто рассчитать да казалось бы да очень очень все просто мне нравится угол наклона мне кажется это как раз то что нужно для скоса плеча ну получается такой угол у нас же только на скосе да еще у меня будет вырез но я хочу связать вырез то есть футболку такую пола то есть там не будет никакого плавного выреза там будет все чуть-чуть попроще но вот нужно будет еще что-то придумать с воротничком я приобрела несколько писаний футболок пола посмотрю как там вывязывается по моему одно описание кати шар а другой если я не ошибаюсь светланы кочкиной но могу ошибаться в любом случае буду смотреть как там эти дизайнеры решили вопрос именно пола с крючком пока все я довязываю рукав все-таки очень надеюсь довязать его поскорее и может быть на следующей неделе сделать фотографии и уже на следующей неделе в следующем влоге показать вам готовую работу этот лог все-таки выйдет на этой неделе несмотря на то что я во вчерашнем видео успеть сейчас говорила что влога не будет но меня затянул на самом деле процесс монтажа видео в новой программе поэтому этот влог вы вы увидите все-таки воскресенье ведь хорошо что вышел правильно у меня тут небольшое партийное рабочее задание мне нужно связать образцы из нескольких позиций это як с мариносом это стопроцентный ягненок приятный такой персиковый цвет а это ягненок с полиамидом вот эти две ниточки я буду вязать в 2 нити соответственно но потому что они тоненькие вот это но посмотрю может быть в одно может быть и тоже в 2 слушать а может быть мне это в 3 вязать даже потому что здесь метраж 750 метров на 100 грамм это и другая хотя честно говоря в 3 не хочется боюсь что будет такое полотно толстенькая хотя спицы едет на на 4 и нормально может быть ну а здесь где-то три круче сейчас подумаю еще мне кажется что еще вот эти два цвета очень хорошо в жаккард лягут может быть попробую связать еще образец жаккардом вообще все три цвета очень хорошо друг друг с другом смотрятся такой припыленный хаки или шалфей что-то такое сиреневый и нежно нежно я не знаю даже персиковый но очень нежный персиковый такой разбеленный вообще все цвета разбеленные мне кажется за счет этого они хорошо будут смотреться вместе в жаккарде сейчас просто неприлично как поздно почти 3 часа ночи и в общем связала образцы вот такие не получились вот просто хочу чтобы осталось видео о том как не выглядели до стирки и как будут выглядеть после конечно такие немножко корявенькие у меня уже на фоне музыка для сна в общем я уже засыпаю конечно но надо замочить постирать после стирки это все разъедется конечно не будет так плотненько вот так вот будет я надеюсь что за ночь высохнет хотя не факт потому что сейчас конечно прохладненько на улице что давайте поближе посмотрим на образцы они уже практически высохли вот этот еще чуть-чуть влажный вот эти уже но этот еще тоже немножечко этот полностью сухой они расправились как я вам и говорила вот особенно видно на этом классный такой узор знаете как будто такие тюльпанчики мне почему-то напоминает хотя по сути просто такая геометрия здесь и кстати узор провязывается и в лицевых и в изнаночных рядах немножечко по-разному то есть не как обычно не изнаночный ряд повторяет по петлям ряд предыдущий очень хорошо смотрится значит вот это стопроцентный ягненок вот так вот он конечно ну вот как любая вот эта шерсть лэмпсву кардная такая он суховатый я думаю что можно еще немножко постирать замочить и будет он более пушистый несмотря на то что нить суховатая она не колкая ты мне в принципе нравится очень хорошо будет в жаккарте вот как я говорила следующие давайте вот эту посмотрим это ягненок с нейлоном здесь нейлона довольно много моему 40 процентов и честно говоря при вязании не могу сказать что у меня было очень приятно но во время вот стирки когда я только окунула образец в воду я прям почувствовала как как нить стало вот гораздо мягче и гораздо более приятной на ощупь и после стирки после того как я все это разложил его сейчас полотно практически высох а она совсем другое но вообще не напоминает даже отдаленно твой тот эффект какой-то такой синтетики который был во время вязания есть понятное дело что чувствуется этот нейлон но не настолько сильно как это было во время вязания значит тоже ниточка распушилась немножечко разбухла красиво смотрятся я вязала кстати вот этот образец вязала в две ниточки но здесь вот принципе по кончику видно вот это в одну нить здесь где-то 330 метров на 100 грамм поэтому такое получилось полотно не очень толстенькая но тем не менее нормально я вязала на троечке все три образца кстати и 3 вот такой вот это самый мой любимый образец из трех наверное потому что цвет мне очень нравится пряжа мне очень понравилась и узор сам по себе тоже очень классный такой базовый мне кажется если хочется что-то базовое но не хочется выбирать лицевую гладь то вот такого плана узоры очень актуальны на мой взгляд здесь шахматном порядке идут такие косы и они так разбавляют и продают какой-то уникальность самому полотну хотя не скажу что прям очень какой-то сложный замысловатый узор значит тоже вязала в две нити и вязать было приятно после стирки вот такое полотно пушистенькая я думаю что со временем если еще постирать тоже пряжа еще больше разбухнет и разъедется я вязала очень-очень свободно чтобы было место до стирки полотно было немножечко такое съежное вот вы могли видеть в момент когда вам показывала перед стиркой вот сейчас все разошлось вот очень приятная тактильная нить это 50 процентов як 50 процентов милинос ну прям слушайте мне кажется что она такая же красивая в жизни как и на камере прям их цвет а просто не знают это какое-то наслаждение визуальное и все три узора я брала вот из этого журнала это бурда спешил или бурда спешил все модные узоры это какая-то какой-то журнал давнишний я честно говоря по-моему так и не нашла какого он года так в общем старый где-то скорее всего где-то 90 здесь вроде как написано что там вот но более 260 ну давайте 260 узоров вроде не так много но они все такие классные и я очень люблю этот журнал последнее время прям постоянно к нему обращаюсь если вы где-то увидите на том же авито кстати когда я искала книжки по вязанию крючком которые мне порекомендовали приобрести именно узора да я видела вот этот вот журнал то есть он где-то встречается у людей продают на авито поэтому если вы вдруг увидите то вот прям не пожалеете очень классный журнал здесь и вот такие раны переплетения ромбов очень много вот этот кстати узор я взяла для своего проекта из машинки из хлопка до сих пор вижу там спицы очень тоненькие поэтому много времени уходит вот теневые узоры жаккарды причем такие не классные не нестандартные очень много узоров таких вот интересных с вытянутыми петлями сеточек много разных ажуров чем очень классный журнал вот окантовки кстати тоже кружевные супер так что вот так если вдруг выйдете вспомните мою рекомендацию и в общем-то порадуйте себя все на этом я буду заканчивать этот лог он получился к моему счастью совсем не похожим на видео которое вышло совсем недавно то есть вчера успеть за час кстати то видео похоже все-таки немножечко на влог поэтому если вдруг пропустили тоже загляните думаю что вам оно тоже понравится там много всякого интересного помимо процессов вязания показывают вам про спицы рассказывают про крючок в общем в описании ссылочка все на этом я буду с вами прощаться благодарю вас за просмотр благодарю вас за поддержку за лайки которыми вы одарили меня и под прошлым влогом и действительно как я и говорила да это помогает продвижению так и есть просто наглядно вижу по статистике по цифрам спасибо вам огромное за поддержку это очень ценно для меня и очень очень приятно спасибо большое увидимся с вами в следующих видео пока пока